Hi my students, it's a elimination day 23 August. Мы сегодня рассмотрим сообщение на важное сообщение, реакцию сделаем свою, на важное сообщение об резких изменениях в Миноборнауке. В предыдущей нашей лекции, которая была посвящена зондаркоманде IBD-15, мы как раз показали, что Ливанов это одиозная фигура. Показали его психоматрицу и говорили о людях, рожденных 15 числа, кроме 15 января. И после этого, как раз после нашей лекции, спустя немного, Ливанов был снят. Ну, казалось бы, можно вздохнуть с облегчением. В Миноборнауке наступят райские кущи, богостроительство начнется, божествование, должествование, божествование. И, как говорится, ну, можно только удивляться, насколько будет под управлением региента Цинковного хора, дирижера нового Ольги Васильевой, кстати говоря, тоже Васильевой. Это что-то нам напомнило, ассоциация была, пушпурная схема или там двуручная пила Министерства обороны Евгения Васильева плюс Сердюков. Вот такая же двуручная пила тут Миноборнауки тоже сейчас намечается. Это Тихон Жора Шевкунов и плюс Оля Васильева. Мы сейчас вот это вот попытаемся проанализировать. Опять не с точки зрения от себя, как личного такого, какого-то отношения, какого у меня личного нету внутреннего такого предубеждения. Не относительно Васильевой Ольги, не относительно Жора Шевкунова. Ну, он, Георгий вообще, Жора, это Тихон, его, как говорится, церковное погоняло. Он же сам закончил кинематографический факультет в ГИКа. Является киноработником, если по совести говоря. Он так и в церкви эту развивает идею кинематографическую. Хочется даже поверить нашему Александру. В Ленинграде есть Александр Невзоров. Да, Невзоров Александр Невзоров, который знает эту ситуацию изнутри. Я здесь не буду и снаружи комментировать эти. Вы можете в роликах обратиться, Невзоров набрать и отношения к РПЦ. Там он много говорит справедливых вещей, но это мы повторять не будем. А все-таки будем исходить из того, что церковь все-таки это положительное что-то. Может быть что-то положительное. Тем не менее, нам надо дать оценку. Вот мы студенты, мы должны свое отношение выработать к этому резкому изменению политики в области образования. На чем она основана? Ну, прежде всего, замечу, что немногие знают, что Ольга Васильева, она преподавала в этом Ушивкуново, что там вот в Сретенском духовном этой семинарии, в Духовной Сретенской монастыря, являлась преподавателем. Что уже само по себе странно. В связи с чем? Ну, опять же, в связи с ихним основным законом, то есть нашим основным законом, который у нас сейчас вместо идеологии используется. Это Библия. У нас же по Конституции запрещена идеология. По, как говорится, данной нам свыше, с Вашингтона, Конституции, у нас идеология запрещена. Вместо идеологии у нас используется религиозная доктрина христианства. Она, значит, президент у нас крестится, молится, премьер крестится, ходит молится, хотя, в общем-то, хочет геернуться, по совести говоря, и принять гражданство Израиля, то есть перейти из православия в иудаизм. Но не в этом дело. Это все такие тонкости внутренние. Мы должны здесь определиться, почему вот это вот у нас происходит. Вот на этой основе, религиозной основе, начинается управление всем образованием и наукой. Значит, вот от этого чертового управления, чертежник был у нас вот этот, вот Ливанов, чертежник я его называю. Мы резко переколебание, кадровое переколебание осуществили и назначили вот дамочку. Дамочка, конечно, она серьезная. Мы сейчас рассмотрим ее портрет. С точки зрения Пифагора, опять же, я не от себя тяну. Я пытаюсь, опять же, сделать анализ с точки зрения феноменологии Пифагора. Мы пытаемся все мотиватизировать. И в то же время, оставаясь на платформе, на которой, собственно, и президент у нас находится, на христианской вот этой основе, на которой вот Катасонов, экономист наш главный, призывает. Один из экономистов, критик, кстати, критика нашего правительства. И вот эта вот общая вот доктрина, она о чем говорит? Открываем эту Библию. Я здесь сошлюсь, здесь есть электронный вариант Библии, где с поисковой системой вы можете любое слово набрать, и его вхождение в текст Библии сразу вам откроется. Всесторонний такой охват. И вот я пытался набрать там в поисковике слово, значит, женщины. Могут ли женщины нас вообще учить-то? Вот так-то. Вот. И открываю, и опа! И здесь смотрите, что написано. «А учить жене не позволяю». Это пишет апостол Павел в первом послании Тимофея, глава вторая. Я цитирую дословно. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». То есть, находясь в церкви, даже в эту уши вкуну, вот там у этого, того же пресловутого, она не имела права даже рта раскрывать, тем более там лекции какие-то читать. Это нонсенс по сравнению вот с нашим основным законом этой Библии. Это Новый Завет. Ну, вот мы сейчас в церковь ходим, некоторые, многие нам скажут, там, дошлые люди, ортодоксы, они скажут, «Да что вот такой апостол Павел? Кто это такой? Ты что, павликианин, что ли? Ведь апостол Павел – это засланец от фарисеев, в православии, он, как говорится, как Чубайс туда в лес. Но хорошо, я тоже так вот встал на эту точку зрения, думаю, да, вот, ну, давайте так рассмотрим общую базу. А общая база – это Ветхий Завет. Его никто не отменял. Даже Христос говорил, что Ветхий Завет будет исполнен до точки, до последней точки. Открывай Ветхий Завет. Читаю. «Притесните ли народа моего, дети и женщины, господствует над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Пророк Исаии, глава 3. Вот видите? Это основной закон, которому должны подчиняться не только Шевкунов, но и все прочие Гундяевы, и мы с вами тоже. Основной закон. То есть у нас изначально, даже вот начиная с советской власти, с основной советской власти, у нас учитель, сельский учитель – это женщина обязательно. И вот фильм мы видим «Сельская учительница». Прекрасный фильм. Слезы капают, когда его смотришь. Это великолепный фильм. Но противоречит основному закону. Также вот дети вот эти вот нас вот учат. Это кто там, вот, прикремлевский там, типа, как они для нас сейчас эти, как дети, вот эти Володины, Володины. Мы потом их рассмотрим, что это за Володины, их портрет. Я не отношусь к ним плохо, опять повторяю, это не мое мнение. Но это по сравнению с теми уважаемыми людьми, которые в Академии сидят. Это дети, как и был ребенок этот вот, как вот, бывший министр Миноборнауки. Вот. Мы уже даже из Ливанов забываем, как его фамилия. И слава Богу. Ну вот, значит, исходя из закона, женщины не должны нас вообще учить. Из-за этого весь бардак у нас в стране и произошел. И крушение советской власти произошло именно из-за этого. Почему было хорошее образование вот у Дзержинского, Феликса Эдмундовича? Надо отметить, что человек был разносторонний и ставил перед собой много целей, и некоторые цели он достигал. Потому что у него вот в колонии были учителя, в основном мужчины. Женщины очень редко. Поэтому выходцы колонии Дзержинского достигли очень многих высот, в том числе и в науке, в образовании и так далее. Стали академиками, инженерами крупными, техниками и великолепными высококвалифицированными рабочими. Это библейский подход. Мы с вами, как говорится, ходим вместе с президентом, ходим в церковь, начинаем креститься. Но если мы это делаем, то мы должны эти законы выполнять. Напрашивается параллель. Когда же мы были в этой фазе, ведь мы для чего весь анализ проводим на протяжении нескольких лекций, роликов, которые касаются феноменологии Пифагора. Мы ищем вот эти периоды. Так же, как вот есть у нас там Девятов, некто, вот он тоже занимается этим тем же. Он ищет исторические циклы и на основе исторических... Ну, этим занимался еще и генерал Машков, царский генерал Машков. Он тоже искал исторические циклы и предсказывал исторические процессы, которые будут происходить в определенные точные моменты времени. Какой был предыдущий момент времени? Обращаемся к истории и смотрим, что когда наукой руководили у нас женщины. И кто же это же был первый у нас руководитель науки? Оказывается, это была Дашкова. Ну, она в Воронцову, по-моему. В девичестве Воронцова. Она, значит, русская литературная, деятель. Ну, тут энциклопедия у меня старая, поэтому написано про нее очень скромно, что она, оказывается, руководила двумя академиями. Это даже кого-то. Очень умная была. Активно участвовала в перевороте 1762 года, привезшей на престол Екатерину II. Однако влияние ее в придворных кругах не было прочным. И она, значит, на 10 лет слиняла в загранку, где встречалась с такими важными персонами, как вот Вольтер, Дидро, Смит, Адам Смит, экономисты, и другими выдающимися деятелями. То есть она там набралась очень крутых знаний. И, приехав назад в Россию через 10 лет, уже в зрелом сравнительном возрасте, она образовала Академию изучения русского языка, по ее предложению была создана Академия русского языка. И в основном она возглавила даже две академии. Вот такая была женщина. Но, значит, после смерти Екатерины Павел I пришел. Он был так же, как мы, на строгих позициях, этот Павел I. И он как поганой метлой вымел ее из Академии. То есть она, он ее просто удалил. Потому что женщина, непозволительно женщинам заниматься, Павел I это знал, видимо, так же, как и мы, вот сейчас знаем. Вот. И, значит, другие у него были такие озарения. Но, в принципе, мы не будем уже судьбу Павла I осматривать, но факт то, что вот это исторический такой период. Приход, значит, Воронцова-Дашкова, Дашкова-Воронцова, пришла, Екатерина стала, и, значит, после этого началось вот это Екатерининское вольтарьянство и так далее, и так далее. Вольно эти вещи. И после этого, за что, и вот сейчас казаки поставили памятник Екатерине II. Ну, кстати говоря, не знаю почему. Ситуация-то была в стране неважнецкое правление вот этих женщин там, которые были у нас в стране, правление Бардак. Там Анна Иоанновна были, и Екатерина, Екатерина эта, Екатерина первая, Екатерина вторая, Елизавета и все прочие, и так далее, и так далее. И у нас потом уже после этого появились и даже подкаблучники, ну, типа Николая II, они были под каблуком у Александра Фёдоровны, и у Марии Фёдоровны, и у мамы Марии Фёдоровны. Вот. И дальше у нас немножко так это подкаблучники до Ильича, после Ильича остановились, Сталин уже не был подкаблучником, а дальше опять пошли подкаблучники, это Горбачёв, значит, Поросимчица, Тройка, там Горбачёв и Перестройка, да, Райка и Перестройка. Вот такая была песня-то, да? Вот. И дальше эти подкаблучники, они же продолжались, и вот сейчас вот непонятная ситуация, видимо, цикл вот этот вышел к 200 с чем-то лет, уже с Дашковой, сколько лет прошло. Дашкова родилась в 1743-м или в 1744-м году примерно, вот. Ну, она, академик, стала в возрасте где-то уже зрелым, ей было за 30 лет, далеко за 30 лет. Закончила она академить уже в 96-м, в 1796-м году Павел её снял, удалил. Вот такие дела. Значит, цикл. Вот такой исторический цикл намечается у нас. Отсюда какой делается вывод? Что предстоит правление, ну, как в США, так же в США, у нас предстоит правление женщины. Вот в США тоже намечается. Мы там на основе феноменологии Пифагора, опять же, Пифагор нам предсказывает, что США на выборах победит женщина. У нас уже такая же вот лингвистка, как Воронцова у нас Васильева пришла. Тоже занимается русским языком, литературой, занимается историей и так далее, и так далее. Ну, мы это рассмотрим сейчас, какой она историей занимается. Отсюда можно сделать вывод какой. После Путина будет женщина в России. Ну, это не я говорю, это вот такой вот цикл исторический плюс. Некоторые до... Здесь в Ютьюбе я встречал такие предсказания, что будет женщина высокая блондинка. Дальше. Кто такая Ольга Юрьевна Васильева? Она родилась 13 января 1960 года. Написано в Википедии, что это дочь математика Юрия, некого Юрия Васильева. Здесь пока я поиск не проводил, что за математические труды у него есть. А матери ни слуху, ни духу там нету. Есть сестра. Про сестру тоже ноль. Там информации ноль. Дальше ее все послужили список от дирижерских вот этих вот. Что она дирижером была первой. Потом она очень много училась. Но у нее данные есть на это. Мы сейчас рассмотрим ее психоматрицу. Тяга к учебе у нее большая. Вот. Но пробелы знания в знаниях большие. Вот кто смотрел наши предыдущие лекции, тот увидит. Матрица сможет расшифровать и, используя ссылки на сайт, где мы психоматрицы вычисляем. Вот ее психоматрица. Смотрите, 6 единиц. И вот этот квадрат. Это квадрат Примакова, я его называю. 4 нулевки. Это подматрица такая. Верхняя правая. И вот такие вот, смотрите, самооценка девятка. Это супер вообще. Ну, человек себя в зеркале любит. Восьмерка. Это значит, вот эта духовность. Вот восьмерка. Духовность зашкаливает к фанатизму. Вот эти вот, значит, что говорят. Да, вот эти две тройки говорят о аналитическом уме, склонности к наукам. Это у нее есть, не отнять. Стремление к знаниям есть. Энергетика у нее небольшая, вот двойка. И плюс здоровья нету. Вот эта нулевка первая. Вот. Это говорит о том, что она болеет за счет вот этой двойки, потому что отдает она энергию эту в пространство. Ну, кому ясно. Это может Тихону Шевкунову. Вот. И вот ближним товарищам, поскольку у нее характеристика отдачи энергии ближним друзьям. Квадрат Примакова, это как вот у Примакова нашего, который недавно скончался. Мы его характеризовали где-то. Вот я, если сейчас найду, я его психоматрицу эту. Вот он, пожалуйста, Примаков. Где он? Он грубый фанатик. Грубый фанатик, масон. Но у него три двойки. У него... Он болел больше, чем у нас. Столько человек болеет, если у него ноль, сколько у него больше двойок. Но также у него две тройки. Склонность к анализу. А самооценка у него такая же. И фанатизм точно такой же, как у нее. Вот она характеристика. Это не от себя, не мое личное, а то, что там пишется в этом сайте. Мне вовсе даже не интересует, правда это или нет. Меня интересует повторяемость вот этих вещей. Она, я рассматриваю вот эту Василию, как маячок в некотором историческом процессе. На некоторой синусоиде исторического движения. Ну, в смысле фурье, конечно. Вот гармоники, вот эти временные гармоники некоторых событий. По которым мы можем судить о прошлом и о будущем. Если нам искажают историю, как вот делает Васильева, например, и все другие прочие. Сейчас никто правдивую историю не пишет, потому что все пишут от себя. Вот они берут документы. И то, что в документах, они переписывают и выдают за диссертацию. Вот документы партии, документы правительства. Вот это все соберут, нацитируют там это все. И делают поверхностные выводы. И все это выдают за историю, за исторические ценности. Фальшивые документы, там это политез вот этот, который под ним ничего нету. Цель другая была, этого политеза. Но они выдают это все как идеологическую находку, откровение. Но мы сейчас не об этом. Вот эту психоматрицу мы с вами рассмотрим поподробнее. Что это за человек Ольга Васильева? Это необычайно жестокий человек. Необычайно жестокий. Но для близких людей, для Тихона Шевкунова и других окружений, он способен совершить невозможное. Вот, видимо, поэтому ее сюда и привлекли к этой работе. Человек одной фанатической идеи. Ну вот, может быть, сейчас мы и увидим, что это за идея, когда она несколько месяцев працарствует. И очень тяжелые в общении. Но то, что очень тяжелые, это мы уже по первым ее заявлениям слышим, что это тяжеловесные фразы о прошлом. Противоречие оценкам 20-го съезда КПСС. Полностью противоречие. Хотя на 20-м съезде КПСС присутствовало, по-моему, 1700 с лишним депутатов. Все единогласно доклад Хрущева Адабрямс и этот культ личности разоблачили. Здесь этот культ личности опять поднимается. И стоило бы вообще это делать сейчас в этот момент, когда он назревает ночь. Так, дальше. Второй, вот двое. Избегая стрессов и сильных эмоций, необходимо занять физическим трудом. Самое для нее занятие в сельском хозяйстве. Там картошку копать, в принципе. Для здоровья ее, чтобы здоровье было хорошее. Или там на подсодном хозяйстве у Шевкунова. Спортом. Она атмосферозависимая. Склонна к наукам, имеет аналитический склад ума. Это совпадает. Очень слабое здоровье. Ну, это действительно, там нулевки идут. Нулевки. Отдает мир свою энергию. Канал связи с тонким миром, то есть интуиция закрыта. Нет интуиции. Чем она занимается? Вот расчетами, экспериментами, доказательствами. Разными напряженными размышлениями. Очень много совершает ошибок. Ну, все ее диссертации, все труды. Это одна сплошная большая ошибка. Если разобраться внимательно. Дальше об этом будем говорить. Ну, и диссернет тоже посмотрит на это. Не способна она на гуманные поступки. Она не способна вообще. Может заниматься точными науками. Но необходим, опять же, физический труд для продления ее просто существования. Ну, или необходимы проявления в художественной сфере. Ну, вот. Песни петь, типа, вот розовые тапочки. Ну, сейчас голубые тапочки, наверное, нам надо песню петь. Были розовые тапочки, Евгений Васильевич, а сейчас голубые тапочки. Вот этим можно заниматься. Дальше. Религия ее подталкивает к пониманию, что такое талант. И главное уловить момент, вот это, когда придет талант, и его использовать на пользу незначил. Отсутствует чувство долга. Ну, это мы видели, что и у Пушкина тоже отсутствовало чувство долга. Здесь, ну, в долг взял человека и не отдал. Ну, такого человека просто нечестивый называют, и все, в церкви. Ну, это царь Давид, ну, что нам сейчас царей эти? Мы же их не уважаем эти. Чувство иронии, ну, вот как у меня, допустим, оно препятствует получению знания. Независимость, у нее независимость. И сексуально она не обеспокоена, то есть ей особенно там подвиги эти чужды. Ну, ставит она перед собой всегда завышенные цели, или несколько целей одновременно. Что, значит, вредит ей? Не беспокоит себя семьей. Очень стабильно. Но и тяжело на перемены. Восьмерка вот эта, вот то, что девятая, то есть восьмерка эта. Восьмая клетка Пифагоровой Матрицы. Говорит о фанатизме и делопоклонстве. Близок более к бездуховности человек, чем духовен. Борьба с ведьмами, еретиками, мечом и огнем. Убийство неверных, истребление инакомыслящих. Фанатизм не допускает иных точек зрения. Вот эта духовность, она где-то, ну, может быть, вот она эту матрицу исправила в Сретенском монастыре. Ведь это же, мы читаем матрицу, которая дана от рождения. А она, может быть, как улучшена, так и ухудшена эта матрица. Может быть, она там в Сретенском монастыре подтянулась. Не достает ей таланта. Таланта? Нет, действительно. Своё материальное обеспечение перекладывает на плечи близких. Самоуверенно. Медлительно, склонна к морализированию. Любит руководить. Щедра. Ну, щедра, опять же, не за свой счёт, а за счёт, будет, наверное, казны вот этой вот, мейного воронауки. Я так считаю. Требовательно. Мужской склад характера. Ну, это ясно. А раз она лекцию читала даже в Духовной Академии, может диризировать хором любой сексуальной ориентации. Активно разговорчиво, суетливо, ставит непосильные задачи, добра, безотказа, склонна к гипертонии, нуждается в частом отдыхе. Ну, то есть, понятно. Рыцарский характер. Значит, по какому-то там восточному календарю, она родилась в год жёлтой земляной свиньи. Любит делать подарки, организовывать празднички небольшие. Но вот менее щепетильным людям, чем она, она проигрывает. Если не щепетильный человек ей попадёт, то она ему проиграет. Её злоупотребляют. То есть, могут злоупотреблять. Откармливают как бы на убой. То есть, её лелеют, а потом её могут подставить так, что мало не покажется. Её кукловоды. У неё есть большая жажда знаний. Это как некоторые жёны всё время стремятся учиться, 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 учиться. Ну, об этом и апостолы пишут тоже, если почитаете. Но если проверить её знания, то окажется, что они не полны, как кажутся. Она материалистка. Ну, как, впрочем, и все наши РПЦ, начиная от Гундяева, они сугубые материалисты. Даже более материалисты, чем руководители РКП и КПРФ и все партийные. Они менее материалисты. Он даже Христа приводит в пример. Вот наш этот вот КПРФник забыл его фамилию. Ну, и не надо его, как говорится. Вот. Он приводит Иисуса Христа как первого коммуниста. Вот видите, он более даже человекодуховный, чем материальный. А эти люди, они материальные. То есть их начало – это спекуляция табаком, вином. Но это всё не моё, это всё от Александра, который видел всё это изнутри. Александр Невзоров. Не буду это проверять. Это, наверное, тысячу раз всем проверено. Это ещё раз всем известно. Вот такая вот характеристика новой Васильевой, которая входит в тандем номер два. Ручной пилы Миноборнауки. Теперь двуручная пила Миноборнауки Васильева-Шевкунов. Говорится о том, что она под управлением товарищей идёт. Вот был уже у нас такой тандем. Двуручная пила Минобороны Васильева и Табуреткина. Ну, Сердюков его так зовут, Табуреткин в народе. Вот, или жёсткий мизантроп Миноборнауки. Или богостроительство в Миноборнауке, можно так назвать. Реген церковного хора дирижирует Миноборнаукой. Вот такие можно дать броские заголовки на первой странице прессы. Ну, про Шевкунова, вот Шевкунова, я просто напомню его матрицу. Где она у нас? Вот она матрица его, Шевкунова. У него есть три двойки, вот, ну, как у Распутина. Некоратая аура целительная, приятно с ним находиться. Вот две восьмерки вот эти говорят, что зависит от непорядочных людей этот товарищ. С духовностью у него всё в порядке. Но вот эти две единички говорят о том, что скрытый эгоист и любит хвалить себя. Вот эта нулёвка в здоровье говорит о том, что он столько болеет, сколько у него двоек. Чем больше болеет, тем больше у него вот этих двоек. У него их три. У Васильевой всего одна, поэтому она меньше будет болеть его. А вот такая его логика у него есть. И даже предвидение настоящего и будущего у него есть. Шестёркин, ну, это неважно. Ну, и плюс у него сексуальная некоторая озабоченность присутствует. У него необходима близость, неважно с кем. Вот. То есть, неважно с кем, ему важно, но эта близость ему сексуальная необходима. То есть, он не какой-то там это вот монах, который отрубает себе какой-то палец на руке или ниже, чтобы его не соблазнило дело. Он этого делать не будет, конечно. Вот. Но об этом мы не будем уже касаться. Это уже дело, как говорится, сексопатологов. Ну, факт то, что такое явление есть. Вот такая психоматрица есть. Она, в общем-то, неплохая, но и ничего хорошего в ней в то же время в этой психоматрице нет. Ну, по крайней мере, вот логика какой-то он дополняет. Вот эту Василию в этом тандеме он будет ее снабжать необходимой логикой и необходимым везением. Вот у него семерка есть. И, значит, ну, он рожден 2 июля 1958 года. Вот. Ну, слыхать тут вот по слухам, что я в этом не верю, что он является духовником аж самого Владимира Владимировича. Это для него, по-моему, слишком круто будет. Он как кинематографист есть, так он им останется, вот так он будет кинематографистом. Дальше этого подвига не совершит никакие духовно, никого не исцелит он никогда. И мертвого не воскресит, что требуется от каждого священника. Требует апостол в Евангелии. Вот такая вот у нас характеристика сложилась. Значит, ситуация очень плохая в образовании. Она нисколько не улучшится после ухода Ливанова. А может быть, даже еще станет на время еще и хуже. А со временем может быть еще хуже. Если исполнится вот этот исторический цикл Воронцова-Васильева, то за Васильевой должна прийти к управлению Россией женщина. Так же, как в Америке почти неизбежно придет женщина. Ну, мы знаем, что в Англии тоже женщина. И у нас будет сплошные кругом женщины, кроме, конечно, Китая. В Израиле уже это было, уже Голдемейр была. По ней уже по Голдемейр этот, по израильскому народу пророк Исаи уже плакал. И до сих пор плачет. Вот. Ну, у нас, видимо, это предстоит. Мы посмотрим в ближайшее время, если Бог даст, и живо будем, посмотрим вот этот вот исторический период. Это была у нас лекция внеочередная по феноменологии Пифагора. Планировали мы дать лекцию по анализу исторических периодов развития наших силовых структур. Министерства внутренних дел и других таких важных министерств, которые определяют стабильность страны. Ну, этот анализ, он подготовлен. В ближайшее время будет, как говорится, если все будет благополучно, то он будет дан, этот анализ. Спасибо большое Вам за внимание. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!